Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И сейчас мы поговорим с вами о третьей главе послания апостола Иакова. Собственно, текст, который был отнесен к третьей главе, тогда, когда тысячу лет назад примерно разбивали текст Нового Завета на главы, этот текст посвящен фактически одной мысли апостола. В центре его внимания то, что люди вообще говорят. Могут ли они нести ответственность за свои слова и управлять этим? Он уже обращался к этой теме в первой и чуть-чуть во второй главе, потому что для апостола Иакова, по-видимому, это очень важно и очень беспокоило, что мы говорим, не думая и не неся ответственность за свои слова, как Господь Иисус говорит за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И Иаков это знает, но у него, по-видимому, ощущение, что его читатели гораздо менее ответственно к этому относятся. И вот поэтому он призывает их следить, следить, властвовать своим языком, потому что это средство, которое может оказаться чрезвычайно опасным в человеческом социуме. И начинает этот разговор апостол с очень важных слов. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Я думаю, что для многих, кто думает о Слове Божьем, говорит о нем, это чрезвычайно важные слова. «Мне все из вас, братья, делайтесь учителями», потому что желание получать друг друга неистребимо в людях. Очень трудно, на самом деле, удержаться от этого. Я говорю сейчас, конечно, не о учителях в таком жизненном, в житейском смысле слова, не о школе, а именно о тех, кто любит получать, так сказать, жизни, всяческих гуру. Вот как тоже часто, с какой легкостью мы и идем на то, чтобы получать людей, и говорить надо так, 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 а кто, есть два мнения, мое и неправильное, да? С какой легкостью мы на это ведемся, как часто нам нравится, чтобы нас поучали, понимаете? А апостол говорит, друзья, это очень опасная вещь, осторожней с этим, осторожней. А немногие делают из учителями, зная, что все мы подвергнемся большему осуждению. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Но у этого есть еще один очень важный аспект. Понимаете, что имеет в виду апостол, говоря, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный? Он же вроде как пишет о христианских учителях, о таких, как он, апостолах, о христианах, которые научены писанию, знают закон, имеют опыт следования за Господом Иисусом в трудных условиях опасности и гонений. Что значит, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный? Что он имеет в виду? Я думаю, что в первую очередь апостол говорит о том, что опыт человеческих отношений с Богом, тот опыт, который дается нам во Христе Иисусе, он не вмещается в слова. И как бы мы ни пытались, что бы мы ни делали, как бы точно ни старались мы отобразить и сформулировать свой опыт, все равно это будут слова несовершенные. Апостол, как мне кажется, исходит из априорного представления о том, что отношения с Богом и опыт следования за Богом не вмещаются в слова. Поэтому, как бы мы ни учили, все равно мы не сможем исчерпывающе точным образом сформулировать откровение. Заметим, что через где-нибудь три с чем-то сотни лет, когда, ну, может быть, даже меньше, когда среди христиан разгораются совершенно непримиримые, часто кровавые споры о словах, все убеждены, ну, или почти все некоторые все-таки так не думали, убеждены, что не просто одни слова чуть лучше других, а одни правильные, другие неправильные. Ну, вот похоже, что апостол Иаков вряд ли разделял бы такую парадигму. Для него все-таки, ну, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, но это не очень возможно, потому что все мы подвергнемся большему осуждению. Все равно вот эта грандиозная вещь отношения с Богом плохо вписывается в человеческие слова. Поэтому он так настойчиво и подробно говорит о том, что язык – опасная вещь, опасная. Ты можешь сказать слово, которое, как кажется тебе, вроде бы правильное и подходит, а кто-то другой воспримет его иначе, и будет, не знаю, оскорбление чувств верующих. Вот эта тема очень важна для апостола, и он говорит о том, что мудрость человеческая в первую очередь выражается в том, чтобы укротить собственный язык, следить за ним. Но есть еще одно, так сказать, направление апостольской мысли здесь, в этом тексте. Он говорит о том, что, ну, посмотрите, ну, это ведь никуда не годится, что мы языком благословляем Бога и проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение проклятия. Не должно, братья мои, сему так быть. Вот, и это довольно практическая вещь, довольно практическое указание. Если мы благословляем Бога, а вот это делать необходимо, может быть, для этого нам и дан язык, то уже тогда надо держаться и следить за тем, чтобы из этого же источника не произносить худого слова, не судить человеков. И это, собственно, и должно быть, по утверждению апостола, проявлением истинной мудрости. Если мудрый разумен кто-то из вас, ну, докажите это добрым поведением, не имея в сердце ни зависти, ни сварливости, и таким образом не лгите на истину. Логика примерно такая. Если ты в истине пребываешь, значит, в твоем сердце, в твоей жизни, в твоих поступках ни зависти, ни сварливости, ни всякой злоби не может быть места. Если же, наоборот, ты судишь, обличаешь, проклинаешь, значит, с истиной что-то сильно не так. Вот это чрезвычайно трудная, неприятная, я бы даже сказал, мысль, но она очень важна в рассуждении апостола. Когда он говорит о необходимости следить за своим языком, это для него как раз и проявление божественной мудрости, даруемой человеком, дар действительно Духа Святого. И вот он поэтому говорит, что мудрость, сходящая свыше, чисто, мирно, снисходительно, покорно или послушливо, как в нашем переводе, полна милости и плодов добрых, и чужда разделением. Понимаете, апостол снова говорит о том, что вот это вот слова, которые разделяют нас друг к другу, слова не истины, слова, не наполненные милостью, слова злобы. Хейт-спич теперь это называется, собственно говоря. Да, вот это вот влекущее за собой разделение. В этом нет ни мудрости, ни правды божьей. И еще раз, замечательные совершенно слова 18 стиха, уже даже гораздо шире, чем вся тема этой главы. Он говорит, плод правды в мире сеется у тех, кто хранит мир. Так выражается наш синодальный перевод. Собственно, апостол говорит о том, что праведность, праведность перед Богом, приносит плоды, процветает, дает какой-то результат, а результат – это на самом деле полнота жизни во Христе. Этот плод рождается у тех, кто хранит мир, кто творит его, и именно в состоянии мира. Там, где есть конфликт и разделение, там, где есть указания на вины, недостатки, ошибки, заблуждения других, это и точно увлекательное занятие, обличать других и говорить, вы плохие, потому что вы там неправильно, у вас то, сё, пятое, десятое. Апостол говорит о том, что нет, в этом не будет плода правды, потому что в этом нет мира, в этом есть стремление к разделению. Поэтому плод правды сеется у тех людей, которые берегут мир, трудятся ради него, ценят его и стараются его хранить в своем собственном сердце и в отношениях друг с другом. Таким образом, правда Божья может расти и процветать только там, где хранится мир. И это важнее всего. На практике, конечно, это важно очень для всех нас помнить и пытаться реализовать. Продолжение следует...